Детский сад «Теремок» На сегодняшний день Галина Сидрова ведет прием в детской поликлинике, консультируя детей до школьного возраста. По наблюдению опытного специалиста, в последнее время количество детей, страдающих нарушениями речи, увеличивается. Причем нарушения речи касаются не только звукопроизношения, но и всех структур речи. Это и грамматический строй, и словарь, и связанная речь. Если мы вовремя не поставим все звуки и не приведем в норму его речевое развитие, в дальнейшем это может сказаться на интеллектуальном развитии ребенка. Галина Александровна советует не затягивать с первым визитом к специалисту. Сделать это нужно не позже двух с половиной-трех лет. Конечно, если у ребенка нарушено произношение одного-двух звуков, то специалист даст рекомендации, как справиться с затруднениями самостоятельно. Если же дела обстоят серьезнее, то тут понадобятся регулярные занятия с логопедом. Это важно сделать вовремя, потому что далее ситуация только усугубится при обучении в школе. Родители обычно вот там пропускают буквы, да, на самом деле. Это тоже одна из проблем логопедических, да, когда ребенок не слышит, не различает последовательность. Часто путают Б и Д, написание П и Т. Светлана Евгеньевна работает в учебно-методическом образовательном центре. Много лет назад, когда у ее сына выявились проблемы с речью, она получила дополнительную специализацию логопед и пришла в профессию. Относится к каждому воспитаннику как к собственному ребенку. К примеру, сейчас она и ее коллега помогают Ярославу и Эвальду ставить те звуки, которые им даются с трудом. Я пришел сюда, чтобы правильно говорить слова. У меня несколько звуков не получается выговорить. У обоих мальчишек проблемы с дошкольного возраста. В центр они приходят на занятия один-два раза в неделю. Основная нагрузка же ложится на родителей, которые должны следить за произношением, делать с ребятами рекомендованные упражнения. В учебно-методическом центре также разработана программа и для педагогов школ по выявлению дефектологических и логопедических ошибок у младших школьников. Проводятся вебинары со специалистами по возникающим проблемам. Когда вместе учитель начальных классов и учитель логопед, учитель-дефектолог с привлечением еще психологов, как школьных и наших, вот в разборе всех тех ситуаций, в которые педагоги сталкиваются дети и родители. Наблюдая за работой логопедов, общаясь с ними, можно заметить одну общую черту. Все они люди общительные и открытые, искренне любящие детей. А значит, и выбор профессии они сделали верный.